Приветствую вас. Как ни странно, есть связь между тем, что у вас это второй брак, тем, что ваш муж пьет, и тем, что вы не можете о нем не думать. Вот между тремя этими элементами есть связь. Какая связь? Первое, то, что раз это у вас второй брак, и он складывается не лучшим образом, значит и в первом, и во втором браке были некие элементы вашего поведения, которые привели к такому результату. Здесь мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович сказал все более чем лаконично, и добавить здесь практически нечего, что у вас в браке существуют определенные паттерны поведения, которые приводят вот к таким результатам. Даже если первый муж не пил, все равно что-то пошло не так, что-то у вас не получилось. И очень важно рассмотреть то, что именно. Очень важно вот этот момент разобрать. Дальше. Следующий момент. Муж пьет. Смотрите. Во-первых, ну если ваш муж пьет, то он решает некие проблемы таким образом, и соответственно, тот факт, что он золотой человек, и тот факт, что он, например, обещает больше не пить и всякое такое, ну ничего не означает, потому что пока есть проблемы, человек будет их решать вот так. Таким образом. Поэтому здесь вот именно нужна работа человека над собой. С другой стороны, есть некоторая ваша, именно ваша, субъективная активность, которая обеспечивает факт наличия вас рядом с ним, даже несмотря на его поведение. То есть понятно, что сейчас вы ушли. Сейчас вы ушли. Но до этого вы с ним были. И более того, вы двух детей от него, по сути, имеете. Ну, по факту, да. И это ваша субъективная активность. В чем тоже следует разобраться, как я допустила, что у меня ребенок от человека, который злоупотребляет алкоголь. Потому что, ну, это и на ребенка может повлиять, и на вас может повлиять, да. Вот. То есть все это нужно поисследовать. Обязательно. Дальше. Вы говорите, что не можете о нем не думать. Ну, собственно, надо бы как-то раскрыть. А что конкретно представляют из себя ваши мысли о мужчине? Что конкретно вы думаете о нем? Про него, например. Что конкретно и как? Чего вам, может быть, хочется с ним? Или без него? Быть может, вы в чем-то нуждаетесь с ним? Может быть, вам чего-то не хватает без него? Некой уверенности в себе? Чувства безопасности? Как-то что-то еще? Вот это нужно разобрать. И вычеркивать ничего не нужно. Переставать думать ничего не нужно. Но вот разобраться в том, а что конкретно вы думаете, чего вы хотите, и скорректировать ваше поведение на то, что вы хотите, именно хотите. Вполне можно. Вполне реально. Было бы на это только ваше желание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.